Игорь Шеститко Братиславы это значит что? Правильно, это значит что я заправлялся и мне предстоит достаточно длинная, длинная поездка, а вам предстоит смотреть что происходит, как это дело выглядит по дороге из Братиславы. Почему из Братиславы вы наверное догадываетесь, кто не догадываетесь смотрит только первое видео с путевыми заметками сейчас поймет. Из Братиславы во Львов, разве что во Львов я не доеду, потому что сейчас уже 4-5 часов вечера, 4.15 я где-то буду ехать еще по светлому времени часа 3-4 до 20. Да, где-то до 20 получается 3.5 где-то часа еще будет возможность у вас полюбоваться, а дальше уже все, этого уже ничего не будет. Это значит что вы посмотрите где-нибудь дорогу только-только до Банской Быстрицы, и то видите тут дождь проливной и тому подобное. А я обещаю, когда буду ехать назад, хорошо что я не открывал крышу, а я обещаю, что когда я буду ехать назад, я обязательно сниму эту же дорогу, если я ей поеду. Если я и не буду ехать, то соответственно вы ее не увидите днем. А еду я на самом деле во Львову на мероприятие, которое называется, как оно называется, Стальной Бубен Стил Драм. Это конференция системных администраторов, IT специалистов вообще и тому подобное. Напомню, что у меня на канале много чего подобного есть. Смотрите внизу в описании видео всплывающих аннотациях и конечно же путевые заметки. Да, это такие дожди, даже грозы нет, но дождь, как вы видите, такой весьма-весьма капитальненький. Крупными-крупными каплями падает и такая дорога мне предстоит все время. Надеюсь, вам мельтешение дворника в небу очень будет разочаровывать и тому подобное. А вот эти две минуты, пока я ехал, говоря с вами, мы потратили на то, чтобы проехать по территории Австрии и выехать на территорию Словакии. Да-да-да, все. Вот это вот место, это пограничная зона, пограничный пункт. Тут сейчас нет, ввиду того, что это все Евросоюз границ, нет никакого контроля, хотя иногда стоят, проверяют иностранные машины, иностранный трафик. Кто едет, зачем едет, куда едет, либо Австрияки, либо Словакия. С другой стороны, как вы видите, тут казино, публичные дома и все такое. А что вы хотели? И тут публичные дома тоже есть. А почему бы и нет? Все мы люди, вы же смотрите порнохаб, или что там еще, порнолапы и тому подобное. Вот и люди здесь развлекаются аналогичным образом. Так вот, да, мы уже в Словакии, и на самом деле это уже Братислава, это окружная, практически окружная. Сейчас саму окружную вы увидите. Я рассказывал в отдельном видео, опять же, смотрите всплывающие нотации и визу в описании, разные линки про инфраструктуру Братиславы. А вот дождь и закончился. Тут на самом деле погода весьма-весьма такая капризная, потому что тут такой вот коридор из двух гор. А с одной стороны у нас Альбы, с другой стороны Карпаты, и, соответственно, в дырке между ними, в хорошем смысле этого слова, течет Дунай. И вот ветра тоже идут, то есть мы сейчас вот на самом узком примерно перешейке находимся вот этой части. Да, дороги, видите, тоже слегка побитые, но обещали отремонтировать. Вот, на вот стыке вот этих вот предгорий Альп и предгорий Карпат. Так что здесь погода... У меня, например, за горой, да, за Карпатами, с другой стороны Братиславы, солнце может быть, а в Братиславе дождь. Но чаще наоборот, в Братиславе климат жарче, тут дальше степь. А у меня все-таки северная сторона, горы останавливают и так далее. Ну, а мы едем по Братиславе, кто не понял еще. Едем себе, значит, никого не трогаем. Я сейчас сделаю то, что не доделал в предыдущий раз, когда снимал видео про инфраструктуру Братиславы. Вы сейчас, если что, перейдите, посмотрите предыдущее видео, чтобы потом понять, о чем я говорю в этом видео. Так, успеем, успеем. У нас машина быстрая, ну такая быстрая, ну очень быстрая. А это все-таки Мерседес СЛК. Да, так вот, смотрите, я езжу по улицам города. Тут, кстати, заправки, можно, кстати, увидеть сразу разницу по бензину. И почем здесь бензин? Евро 42. А я и заправился по евро 30 и считал, что дорого. Вот этот вот забор сбоку, это окружная Братиславская трасса Д-2. Или это уже Д-1, да, кстати. Это уже Д-1 трасса, а сбоку вы видите дома, дома, дома. Ну а это, собственно говоря, обычная Братислава, вон с высотками, обычный городской трафик. Но все-все-все построено так, чтобы вы не пересекали городские коммуникации, ездя по скоростному. То есть весь трафик, вот сейчас будет разрыв, идет себе вот там, вот тут принято людей пропускать. Вот он, видите, идет. Это скоростная трасса, она закрыта, тут развязки, развязки не так часто. И вот тут опять же круги. Я вот сюда повернул в прошлый раз и поехал в центр. Тут до центра 15 минут пешком тоже есть отдельное видео. А вот тут вот сбоку был Аллпарк, про него тоже есть отдельное видео. Евро 44. Слушай, бензин подорожал. Ну тут это регулярно, тут что не зима, так он до евро доходит. Как лето, так евро 40. Я вот это цикличности не могу понять. КФС. Ладно, я не голодный. Едем дальше. Так вот, да, то есть, как бы, видите, как все классно. То есть здесь идет трафик, люди съезжают, люди заезжают и так далее. Я могу тут где-то примерно 5 километров на то, чтобы ехать. Тут опять же указатели, развязки, все. Так вот, положено все как надо. Здесь скоростной режим вы видите 70, на трассе 90. Но на трассе никаких пересечений, кроме самих, собственно, развязок и нет. Поэтому, если вы едете по Братиславии просто по скоростной, вы проезжаете ее, там, минут за 40. Если же вы едете по Братиславии, вам нужно куда-то свернуть, будьте внимательны, смотрите, где съезды. Потому что без съезда вы пропадете. Вот здесь тоже такая достаточно интересная развязка. Тут еще один мост. Чтобы вы понимали, плотность мостов в Братиславии, вон туда пошел мост. Направо сейчас машины, которые слева, вернее, слева поворачивают. А мы пойдем прямо или направо. И там будет еще один мост. Они стоят буквально каждые несколько километров. Да даже какие несколько? Каждый километр, наверное. Стоят четыре моста. Раз, два, три, четыре. И, соответственно... Не успею. Соответственно, облегчают трафик, выезд, проезд. Плюс вот эти все развязки, которые обеспечивают не только легкий проезд Дуная, но и легкий съезд с мостов или заезд на мост. Ну, вот вы видите, опять же, тут сейчас я выезжаю на скоростную трассу справа. Еще от одной улицы или крупной части идет дорога, да. И... Так, ребята. Тут фура, она меня не пропустит. Но у нас здесь есть правильная... Так, что там у нас? Ягуар. Да? На латвийских номерах. Видите, и здесь на бляхах ездят. Елки-шпалки. Не стыдно им на Ягуаре. Нет, на самом деле, ребята на латвийских номерах вполне могут быть. Ребята на латвийских номерах, которые едут... Я так и не знаю их мотивы, как они должны были бы ехать. Как по мне, так через Польшу, по... Да, через Бурно, как я езжу, дальше на Катовице и дальше на Варшаву. От Варшавы на Прибалтику было бы ближе. Ну, может, они едут какими-то свинячими тропами или козячими тропами. В общем, им виднее. А вот вы видите пробку. Она здесь всегда. Здесь громадная еще одна развязка. Можно там вот внизу вы все равно не увидите. Там просто мега-развязка. Я без навигатора даже иногда путаюсь. Ну, в общем, вот выезд на мост. Раз, два, три, опять же, сходятся дороги. И начинается пробка. А с той стороны у меня тоже пробка. И это печально, потому что я не смогу вам... Или не пробка, или просто тянучка. Просто тянучка. Потому что я не смогу вам показать все, как надо. Не, ну, по-моему... По-моему, все-таки не пробка, а тянучка. Потому что, опять же, здесь нет в Европе такого, знаете, высунуть клюв, засунуть свой клюв, не давать проезжать и так далее. Если посмотреть, вот нормальный показатель любого, как это, европейца на дороге, это то, как он пропускает людей, выезжающих со съездов или заездов и тому подобное. Ну, и плюс, как вы видите, здесь еще и три полосы. Что-то оно притормаживает, непонятно. Что у тебя за рулем? Что у тебя за рулем? Там еще два съезда. Вот видите, 1700 метров. Улица Гагаринова. Да, улица Гагарина. Но поскольку мы говорим на словацком языке, то она Гагаринова. Гагаринова. Чья Гагаринова? Кстати, самое интересное, с женскими фамилиями, когда она девочка или девушка, то есть у нее отцовская фамилия, она, например, Порошенко. Порошенко. Рошенова. Рошен. Пусть Рошен, да. Но если она выходит замуж, и у мужа фамилия Рошен, то она становится Рошенова. То есть вот такая вот, да, кому-то принадлежащая. Я считаю, что с феминистком надо разобраться с этим делом, потому что это как-то вот неправильно. С другой стороны, очень удобно. Можно всегда определить, замужем женщина или нет. Конечно, сейчас могут не менять фамилии или просто писать так, как они вздумают. Но раньше вот эта Ова в качестве принадлежности всегда была, использовалась. Так что по отцу она без Ова, а с отцом Рошен, а с отцом она Рошенова. Ну что, едем дальше. Палим свой бензин. Кстати, вот отсюда, вот до этого места 12 километров ровно от заправки, где я скинул счетчик движения. Ну, мне же надо понимать, сколько я могу проехать километров. А проехать мне надо 600 километров. Дофига по большому-то счету. Ну, с другой стороны, большую часть я буду ехать на круиз-контроле, кроме гор. Надеюсь, что пробки не будет, и я успею до гор. А, тут что-то совсем на съезд обломались. Да, там машина стоит. Тут видите знаки, ехать только посредине грузовику. А там он, похоже, обломался, и поэтому создал небольшую пробку. Поскольку он создал здесь пробку, пацаны хотят еще здесь, здесь, здесь и здесь. И, в общем, все плохо. Или это все-таки съезд? Это все-таки похоже съезд. Там народ едет на съезд. А что съезд стоит, непонятно. Может, там где-то авария. Но, с другой стороны, видите, никто там не пытается с третьего ряда, с четвертого ряда, с пятого ряда повернуть. Все, кому надо поворачивать, вот они стали в одну полосу и спокойненько ждут своей очереди. Не пытаются, знаете, вот как вот сейчас бы там, о, вот сюда я могу всунуть клюв и ехать, 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 ехать дальше. Нет. У немцев это еще наиболее ярко выражено, но у словаков тоже отлично получается. И я считаю это правильно. И сам так себе на самом деле ведет. У Словакии. Ну и в Германии. Ну и в других странах Евросоюза, где люди ведут себя так же адекватно. А то мне говорят, а что ты нарушаешь, когда ты в Украине? Да потому что в Украине все нарушают, неадекватно выглядит процесс. Поэтому и нарушают. О, 60, это что-то новое. Ямы. А, выбоины, нет. Короче, что-то происходит впереди. Впереди происходит на самом деле Икея. Там еще и магазин под названием Икея. Большой комплекс называется Авион. Не путать с Ау-Парком, про который я уже говорил. Там классная парковка, если вы хотите попасть в центр Братиславы на машине. А я много наговорил. О, 15 минут уже. Ну ничего. Сейчас уже закончим. Кстати, вы видите гору. Он сейчас вдалеке, гора, да. Вот если так вот сейчас под 90 градусов от движения машины. Нет, чуть-чуть сейчас повернем. И тогда точно 90 градусов от движения машины. Через гору насквозь будет мой дом. И я там рассказывал в видео про... Это было, кстати, похоже, та самая выбоина. Поняли, да? Пацаны ставят. И я там рассказывал, что собираются построить туннели еще одну окружную. Вот примерно вот здесь они должны пробить горы. Километров 10 все будет. Я потом на карте посмотрю. А вот она Икея. С другой стороны аэропорт Братиславы. А мы уже практически выбрались из города. Опять же, как вы видите, даже с тянучками, даже с пробками. Даже в 5 вечера, когда многие словаки уже перестали ехать. Мне кажется, ведь это скорая едет. Ну, пока кажется. А это... Мы уже едут домой. Все равно мы за 15 минут проскочили всю Братислав... Ну, не всю, а половину Братислава. Потому что в другую сторону там такой же вот... То есть мы как бы пол-подковы проехали, да? Пол-буквы Ю английской. Ну, или немецкой. Ю год. Которая. Ну, а дальше еще тут развязки, развязки, развязки. Парковки для фур, вы видите, да? Которые хотят остановиться в Братиславе и почувствовать всю цивилизацию, всю прелесть, все удовольствия. Кстати, кто смотрел знаменитый фильм «Евротрип» с хорошей рекламой Братиславы, могу расстроить, там все неправда. Большинство кадров города, старого города, всяких вот клубов и тому подобное снималось в Праге, а... А вот там вот, где полная разруха, такие советские панельки стоящие и прочее, 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 это вообще снималось в заброшенном, полузаброшенном военном советском городке. Там, тоже в районе Праги, недалеко от Праги. Ага, а вот и полиция. Чего это они тут стали? Вот, кстати, интересно, чего они тут делают? Авария или просто развлекаются? Похоже, что если все тормозят, то, наверное, такие аварии. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Товарищи. Да, авария. Авария. И опять-таки. Смотрите, как люди стали. Не хотят, не хотят ехать по скоростной трассе. Здесь заканчивается, чтобы вы понимали, бесплатная часть дороги. И вот это все халявщики, которым жалко заплатить 50 евро за скоростную трассу. Но хотя, с другой стороны, Иванка при Дунае все равно туда ехать достаточно далеко. И трасса не поможет. Это я так шучу. А она, по-большому, еще туда. Кстати, старый пост ГАИ. Так сказать, наследие коммунистического режима. И дальше, дальше, дальше. Мы выходим напрямую. И здесь начинается... Заканчивается Братислава. Хотя вы ее, опять же, не видели. И начинается скоростное шоссе. Только скоростным его назвать нельзя. Потому что оно 110 до вечера, с 5 до 19, по-моему. Ввиду того, что это двухполоска. Но при большом движении, активном движении, как бы ее разлиновали на трехполоску. Здесь нет обочины. Как вы видите, нормальный отбойник сразу стоит прямо по ходу движения автомобилей. И тому подобное. Поэтому 110. И вот мы в Датоке идем как раз те самые 110. 5 часов вечера ровно. Мы покинули Братиславу. Скорая куда-то едет. Я включил круиз-контроль. Нет автопилота у меня здесь нет. К сожалению. Или к счастью. Наверное, все-таки к сожалению. Кстати, об автопилотах. Сегодня буквально видел новости о том, что Volkswagen выпустил, собирается выпустить нечто типа Гольфа, размером с Гольф и так далее, электромобильчик с запасом хода на 600 километров. Ну, я не знаю, с какими показателями 600 километров замерялось, но все равно обнадеживать. 600 километров. Это уже хорошо. Это, в принципе, мне вот сейчас хватило доехать до границы. И пока на границе стою, зарядить свои батареи. Ну, в хорошем смысле. Да, вот здесь вот, кстати, вот я чего ждал. Вот строят окружную. Она здесь должна пойти в ту сторону, влево через горы ко мне и выйти к заводу Volkswagen. А с другой стороны она должна будет пойти... Куда она должна будет пойти? А с другой стороны она должна будет пойти к Дунаю и пересечь Дунай и выйти на границу с... Короче, на стык границ Австрии, Венгрии и Словакии и вообще разгрузить, чтобы сюда трафик даже дальше не шел с тяжелыми грузовиками и тому подобное. А я буду прекращать болтать. Я и так наговорил 20 минут уже. 20 минут и, соответственно, переключусь на таймлэпс. Напомню, что у меня теперь новость и видео. А все, что я не рассказываю, я снимаю таймлэпсом. Так что смотрите. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 И города, кстати, тоже Обратите внимание, нет Не так все-таки и страшно Как оно ожидалось С такими вот развязками По 150 километров И там еще 70-80 до Прешева Ну, короче, на Полбаки я доеду Ура! Ура! Едем дальше Смотрите, как все-таки Даже несмотря на то, что это не скоростная трасса Продуманно, прикольненько Качественненько Быстренько И опять же не пересекает с городским трафиком А скоростная трасса пойдет еще отдельно Будет вообще песня Ну, умели же строить Не могу понять, почему в Украине Постоянные проблемы Да, видите, городской трафик тоже есть Автобусная остановка Люди ждут, судя по всему, автобуса И все такое Так, а мне направо через 1,3 километра А то я тут разговорился с вами Лидл Лидл Это хорошо Смотрите, как, а? Трафик там А ты тут себе такой едешь Как будто ни о чем Не, о чем Ну, просто ни о чем не думаешь Так, нам сейчас уже почти поворачивать 800 метров Дорога, конечно, тут Не то, что побитая Заклепок на ней Дофига и больше И дома, видите Все бывшие панельки Заделали, заделали Вместе с Теплопанельками Для того, чтобы сделать их Намного более Выгодными Это здесь, что ли, направо? Точно Здесь, смотрите Вот написано И Попрот И Прешев И Хонда То есть это как-то да Как-то вот Через 2 километра Держитесь Правой И к стороне Вы заметили? Да, вообще Город как будто Не существует Ты едешь, да? Вокруг районы И так далее Но это такой Чик-чик-чик-чик-чик И светофоров нет Ничего нет Сзади, кстати, был Какой-то светофор Но мы его как-то так вот Опять же Проехали Без проблем А вот А, ну это На поворот Нам можно ехать Отличные счета 7 минут Пересечь город Ага А вот и Однополоска А вот теперь А вот теперь Как говорится Игорь, держись И я Догадываюсь Уже Догадываюсь Что проблема Этой однополоски Не в том Что она Однополоска А проблема Этой однополоски В том О, смотрите Девочки работают А Проблема Этой однополоски В том Что На ней Наверное Везде идет Сплошная Или еще хуже Двойная Сплошная Хотя здесь Вроде И прерывистое Но гонять На вот таком Повороте Я как-то Я как-то и не рискну Даже имея Хороший Такой Машин Кардан Ух Кардан Сервис Девочки Кардан Все сразу Или Кардан Девочек 400 метров Держитесь Правой Фех Их знает Словно Авто Почем У нас Словно Авто Загоняет Бензин Чуть Чуть Дешевле Но Это 95 Хотя На шеле Супер Держитесь Правой Стороны Куда бы я здесь Слева поехал А Ну Может быть Эй 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 Держите Движение По дороге Еще 4 Километра В общем Вот Едем Макдональдс Видели Не хочу Ну Красиво Но не хочу И посмотрите Какие Впереди Пейзажи Гор Вы сейчас Будете Ими Любоваться Кстати Я обещал Поехать По перевалам Я вас Обманул Я не поехал По перевалам Поехал Вот Как вы видите Сейчас Вот этой дорогой Почему Потому что Я посмотрел Прогноз Там на перевалах Дожди И все такое Ну А нафига Оно мне По дождю На перевале Поэтому я поехал Через Жилину Здесь Вот этот Вот кусок Как раз Самый Такой Не Неудачный Километров 50-60 Я думаю Я его проеду За Какое-то там Достаточно Небольшое время За час От силы А дальше Дальше Опять идет А Сначала идет Руженберок А потом идет Руженборок Не Руженберок А потом идет Опять же Та же Д1 Которая еще Вот здесь Вот Недостроенная И вы снова Можете Любоваться Видами гор Панорамами С одной стороны Будут высокие Татры С другой Низкие Татры Тут сейчас Будет Вах Так что Смотрите Все равно Через Два часа Солнце сядет И уже Нечего будет Показывать Я надеюсь Что мы До Брониска Успеем Доехать И я там С вами Попрощаюсь Ну и конечно же Смотрите дальше Сейчас я переключаюсь На то Что называется Таймлэпс И напоминаю Смотрите Линки Другие Да Смотрите Аннотации Много интересного И не только Про путевые заметки Но и про всякие Гаджеты И про IT И про Еду Кстати про Еду Я думаю Во Львове Буду Поснимать Еще Чего-нибудь Интересного Ребрышки Опять Поснимать Или что-то Такое Смотрите Метро 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 Продолжение следует... 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 Да, латиницей, но мокро Едем, туннель Брониска, к сожалению, к сожалению, однополосный И вы не можете тут не обгонять ничего Вот сейчас мы упремся в эти фуры Туннель однополосный И, кстати, тут еще и ремонт организовали какой-то странный Но, может быть, может быть А, ну, дорогу ремонтируют, видите Мостик, наверное, надо Уже подремонтировать Пять лет назад его только, или там, семь лет назад подстроили А тут уже, чувак Видели? Украинские номера Чувак, блин, вообще не отдупляет Где он едет и как он едет Это, конечно, какая-то жесть Именно украинцев тут видишь Главными нарушителями И вот мы въезжаем в туннель Брониска Ему тут, по-моему, семь километров Мы набираем небольшую скорость Те самые восемьдесят километров в час И будем ехать А вы можете полюбоваться данным туннелем В полном его, так сказать, виде Я, кстати, хочу напомнить, что один раз Да нет, несколько раз Я проезжал не по туннелю А над туннелем Через перевал Это было, кстати, не очень хорошее Хороший опыт, да Не очень хороший экспириенс Такой туда-сюда Сербантинчик Причем с такими Сто на сто восемьдесят Не, какие сто? Триста шестьдесят градусов разворотами То есть ты едешь это Потом на пятачке разворот И едешь в противоположную уже сторону Зигзагом поднимаясь вверх И когда впереди идет автобус или фура Ты упираешься, что капец В туннеле, кстати, свой ужасный микроклимат Почему ужасный? Потому что здесь еще и стекло начинает запотевать Видите? Здесь вытяжки Я не знаю, чего так Ничего, но воняет Очень и очень, скажем так Сильно выхлопными газами Которые собираются Я так понимаю В туннеле Ввиду его большой длины Вот А, он пять километров Ну тоже неплохо И тоже далеко Единственное, мне вот интересно Видите, вот там, если не видите Мигают красные огоньки Это похоже на какие-то лазерные устройства Лазерные дальномеры Или фихи его знает Что это? Ну непонятно Это не похоже на радары Вот, видите, мигает сейчас там Это больше, наверное, похоже на какие-то вещи Связанные с проверкой Мониторингом целостности Туннеля самого по себе Я имею в виду его геометрии Да, то есть, там, просадка начинается Или еще чего-нибудь Наверное, для этого сделано Чтобы, если вдруг поплыл туннель Оперативно реагировать на такие проблемы И, кстати, интересно, что же нас ждет С другой стороны туннеля Поскольку, поскольку, поскольку Правильно Мы сейчас выйдем за горной грядой И там может быть совершенно, совершенно Другой климат Осталось 1,4 километра Это значит, что у меня есть Всего лишь минута времени Да, кстати, если вы не посмотрели таймлэпс Гляньте его еще раз Полюбуйтесь этими видами Таймлэпс хорошо запечатлевает горы К сожалению, да, время такое получилось Что солнышко уже почти зашло Плюс облака Вы не увидели всей той красоты Высоких Альп Высоких Татар Когда я проезжал там в районе Попрада И тому подобное Но, 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 но Все равно можно впечатлиться А как вам эта речка Вах, который, грунт, что она там течет Так красиво И вы едете по дороге Петляя по ее берегам А как вам Строительство Вот этой монументальной Вот этой вот До второй До первой, извиняюсь Эстакады Автотрассы Как прямо? Мы и так на автомагистрале Вот она Автомагистраль И вот мы выезжаем Нет, погода И с этой стороны нормальная Хотя, как вы видите Облака тут пониже будут Или то где-то Какая-то Такая туманность Просто поднимается Уже ночь И поэтому Поэтому, я думаю, можно прощаться Напоминаю, что с вами был я Игорь Шестидко И напоминаю Подписывайтесь, ставьте лайки У меня на канале Много Много-много Разных путевых заметок И не только путевых заметок Смотрите, как пошел Выходят В течение всей недели И обзоры гаджетов И обзоры софта И вещи, которые предназначены Для системных администраторов И что еще И Конечно же Путевые заметки И хобби Все это есть Есть, есть Будет интересно Обратную дорогу Я еще не могу обещать Но есть еще за еду И я планирую Что-нибудь интересное Поснимать за еду И, конечно же Напомню, что я еду Во Львов читать Доклады На конференции Айтишной конференции Для системных администраторов Под названием Стальной губен И про него Эти доклады Тоже будут записи И про Львов И про пьянку После Губна Все это будет Конечно же На канале Смотрите И всем удачи Счастливо Пока Еще Увидимся Это то, что называется Ознакомительный набор Его цена 60 гривен Где у вас 4 по 0,4 Пива Разного Пива в Старгороде Пиво мне тоже Показали И я схожу Обязательно Сниму Как его варят Тут его варят Сразу И соответственно Вот она Десяточка Легкая 3,5% Особо рекомендуется Тем, кто пришел С девушкой Или еще чем-то Оно легенькое После этого Будет легко Входить Выходить И так далее Продолжение следует Продолжение следует